Всем привет! Это видео я снимала по просьбе Алины Юсуповой. Видео будет про то, какими масками я пользуюсь для волок, кожи, лица. Для моих проблемных участков кожи мне помогает сода. Можно расколотить соду с водичкой теплой и наносить точечно на эти участки, оставлять на время и потом смывать. Ну и сода очищает от черных точек. Можно мыть кожу лица, оставлять ее на некоторое время и смывать. Ну и черные точки проходят. Кожа раскладывается, разглаживается, становится мягко. Вот, также сода помогает от жира. Соду нужно добавлять в ванную 200. Вода должна превышать не более 40 градусов. Воды должно быть набрано так, чтобы когда высадились, она была по грудь и чтобы не садить сердце себе. Вот, можно посидеть там минут 20. После этого вылазим, смываем себя все это и идем дальше делать свои дела. Рецепт для очищения пор. Из расхода на подбородок и нос требуется 0,5 чайной ложки желатина, половина таблетки активированного угля и где-то 1 чайная ложка молока. Ну, если у кого нету молока, можно воды. Ну, я думаю, у каждого найдется молоко. Для этого таблетку измельчаем, потом добавляем туда желатин, перемешиваем все хорошо, добавляем воды или молоко. Тщательно размешиваем, но ничего не растворяется. Но мы этого и не ждем. Ставим микроволновку на 15 секунд, ждем, пока оно будет пламенно-горячее. И наносим маску на кожу после горячей ванны. Когда поры распарены, когда маска может въесться прям в глубину ваших пор, можно взять жесткую кисточку и жесткой кисточкой вбивать все это вот так вот. Потом наносите еще одним слоем поверх поры. Получается два слоя. Ждем, пока оно до конца высохнет. 15, где-то, может, 10 минут. И снимаем. Стараемся снимать пленку цельно. Вот. И все остается на этой пленке. Хорошо вычищать поры, несмотря на все покупные маски и в том же числе полоски. После процедуры нужно нанести крем увлажняющий и ходить довольными. Кстати, я вот покупала вот такое вот масло для волос от Арифлейма. Очень тоже мне нравится. Можно смасывать кончики волос, несколько минут подержать и смыть водой. Оно питает волосы, волосы не посекшиеся, выглядят в порядке ухоженными, стройными. Вот. Вот такое вот масло. Не знаю, видно вам или не видно. Это масло подходит особенно тем, у кого волосы окрашенные. К примеру, мне. Я пользуюсь маской для волос одной. Она горчичная. И она мне, на самом деле, очень хорошо помогает. Для этого нужно взять 2 столовые ложки горчичного порошка, 2 столовые ложки любого масла. Масло может быть и растительное, либо любое другое косметическое масло. 2 столовые ложки сахарного песка и 1 желток куриного яйца. Все это перемешиваем и наносим на корни волос. Закутываем все это либо шапочкой какой-нибудь для купания, либо пакетом целлофановым, либо еще чем-нибудь. Вот. Ждем минут 30. Если вы переборщили с сахаром, либо у вас нежная кожа, то маска может очень печь. Но вы не думайте терпеть там или еще что-то. Лучше не терпеть, а в следующий раз не переусильствовать с сахаром. Смыть теплой водой. После этого желательно отказаться от сушки волос феном, потому что волосы и так с помощью горчицы сушатся. А от фена это вообще пипец будет. Я, кстати, волосы феном вообще не сушу. Это бывает очень редко зимой. И то зимой даже не всегда. На первый раз для горчичной маски можете использовать только 1 столовую ложку сахара. Точнее его порошка. Вот. Но кто как хочет. То есть сахар, он усиляет весь этот процесс. И кожа может чуть-чуть больше сжечь. Но мне же всегда пофиг на это. Главное процесс. Итак, смешиваем все ингредиенты. Добавляем воду. Воды примерно 2 столовые ложки нужно. Все это хорошо тщательно перемешиваем. Горчичная маска для жирных волос делается примерно 1 раз в 5 дней. Для нормальных волос 1 раз в 7 дней. Горчичная маска для сухих волос примерно делается 1 раз в 10 дней. Не могу утверждать, потому что не знала, потому что сама вычитала это в интернете. Но, в принципе, так как там было написано, так и есть. В интернете еще было написано то, что эта маска делается в течение 1 месяца. Потом лучше всего месяц повременить. Обычно я масками прям такими не пользуюсь. Для волос, для этого. Поэтому, если у вас есть какие-то советы мне, какие масочки можно наносить на волосы, на лицо и вообще на другие части тела, обязательно поделитесь со мной ими. Мне будет очень интересно. Всем спасибо за просмотр. Теперь вы знаете, какими я пользуюсь масками. Хоть их и так немного. Но все-таки спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok